Это школа коллекционирования Олега Бравкова. Мы сегодня в очень интересном, знаковом, культурном месте Латвии, Риги. В музее, доме Райни и Аспази. Здесь внутри есть выставочный зал, где сегодня проходит выставка картин, галерея. У меня задача найти художника, который расскажет про свою картину. И сегодня будет очень интересная игра. Я четыре раза буду записывать видео с человеком в разных ипостасиях, разных форматах. Я сегодня буду как собиратель, как коллекционер, как инвестор и как торговец. Друзья, это интересная игра. Я обязательно не скажу, в каком видео кем я буду себя вести. Попробуйте угадайте в комментариях. Вниже напишите, и мы проверим, что вы знаете о собирателях, коллекционерах, инвесторах, торговцах. Поехали. Добро пожаловать. Идем. Дорогие друзья, я уже в галерее нашел очень интересную картину. И нашел художника рядом с ней, Николай Кривошаин. И он общается, и это очень ценно для нашего канала. Николай, добрый день. Добрый день. Вы сюда пришли на галерею, чтобы продать свою картину? Я пришел сюда посмотреть, посмотреть после развески, после открытия выставки. Все ли здесь в порядке? Не продалась ли моя картина уже? Такое бывает, да? Да, это наивно, конечно, так что сразу. Азарт какой-то такой есть, да? Ну, азарт есть. Есть легкое скучание по работе. А с другой стороны, она может и уйти куда-то. Да, да, в том-то и дело. Она может уйти даже без моего участия. Я даже могу не знать, куда она ушла. Одно дело, когда ты живешь с ней, она в девятнадцатом году сделана, вот уже два года в мастерской, и каждый день видишь, а когда она вдруг уходит хотя бы на выставку, начинаешь скучать. Ну, вот пришел. Поздороваться. Ну, хорошо. А бывает так, вот вы пришли на выставку, и кто-то пришел и начал покупать эту картину, с вами общаться? Ну, такого у меня не было, что прямо на выставке при мне, потому что на выставке я не дежурю. Захожу иногда. Хорошо. А как ваши картины продаются? Что вы делаете? А, как мои картины продаются? Ой, чаще всего это носит такой стихийный, что ли, характер. До сих пор я не вижу никакой системы, да. Но случается очень часто иногда. Нет, наверное, система все-таки есть в том плане, что все мои предыдущие наработки, и какая-то активность в области популяризации моего творчества, моего какого-то образа жизни, они так или иначе привлекают интерес и ко мне, как художнику, и к моим работам. Да, да, да. Ну, вот так. Ну, да. А схемы продажи? Да, через галереи, иногда через стихийных посредников, недолговременных каких-то посредников, ну, вроде как дилер, да, дилер на какое-то время. Его можно посредником назвать, можно назвать арт-дилером. Хотя на самом деле у меня до сих пор нет такого многолетнего человека, арт-дилера, который мог бы представлять мои работы. Вот вы, как художник, оптимальный вариант продажи картин, как вот видите, да, идеальная картина, скажем, продажи, именно вот ваших работ, вот вы, как конкретный человек, вот в вашем конкретном творчестве, ритмом жизни, да, вот для вас как бы была бы идеальная картина, то есть какой-то путь, через который продаются ваши картины, как вы это видите? Ну, на самом деле это даже необязательно применительно ко мне. Я считаю, что все-таки художник не должен заниматься напрямую продажей своих картин. То есть для художника это обременительно, да? Серьезный художник не должен этим заниматься, и не только потому, что это обременительно. Это, может быть, даже этически не совсем правильно, да, потому что, ну как, посредник, он должен хвалить, ну так я грубо немножко так вот, с привлечением некоторым, да, он должен расхваливать, то есть показывать достоинства картин конкретного художника, а может быть даже где-то противопоставлять их другим картинам, другим художникам, да? То есть в рамках какого-то менеджмента, наверное, дилер, арт-дилер имеет на это право, но художник не имеет никакого права расхваливать свою работу и хаять других художников, да, за глаза как-то там. Это, ну, нечестно, неэтично, да, мягко говоря. А по большому счету, может быть, даже и подлинненько, да, как-то так. Да, да, да. То есть в принципе работа торговца, она востребована, она нужна, да? В этом нет ничего плохого. Торговца, посредника, арт-дилера, она не только важна, она необходима. Необходима. Она необходима, и это на самом-то деле очень большой труд. Это не так, что вот там возьму я там, продам в два раза дороже и поделим деньги с художником, да? Да, Господи Бог, ради Бога, продавай в два раза дороже, но делай это часто, и делай это правильно и красиво, достойно, да? Тогда я не против, да? То есть у вас есть какое-то видение, как должно это продаваться, и в принципе вы хотели бы, чтобы торговец учитывал это? Обязательно, обязательно. У вас как-то это сформулировано, да? То есть вы четко можете объяснить, да? Да, конечно, конечно, я могу объяснить. Ну как? Несколько принципов. Вот именно мое понимание этого дела, да? То есть на самом деле, конечно, ценовая ниша художника, она должна постепенно-постепенно идти вверх, расти-расти. То есть потенциальный покупатель обязательно должен видеть, что год за годом цены на работы этого художника растут. И тогда он с удовольствием сегодня купит для того, чтобы следить за ростом цен на его работы и радоваться тому, что то, что он приобрел недорого... А потенциально растет в цене, да? А потенциально растет в цене, даже не потенциально, а оно просто растет в цене, да? Это же для бизнеса... Ну, правильное дело, да? И наоборот, если он видит, что... Вы как художник не будете переживать по этому поводу? Я как художник, по большому счету, как идеальный художник, я не должен переживать по этому поводу. Я не об этом не должен думать. Я должен думать о том, как вот высокую художественную задачу попытаться выполнить максимально приближенно к этой задаче, к идеалу, к этой гармонии, да? Да, да. Я думаю, что это очень ценно, да. А если я параллельно буду еще думать о том, как бы мне ее продать? а они же любят такое значит мне надо делать вот все-таки немножко так чтоб ему понравилось понимаете то есть это уже не творчество это уже как выполнение это уже конъюнктура это уже такой принцип что желаете да что желаете сделаем сделаем да вот я бы не хотел тогда то есть я такой своего рода что ли наивный идеалист да и и пошел я все-таки в изобразительное искусство не из соображений заработать деньги то есть я по первому своему образованию я авиаинженер то есть вся электроника и приборное оборудование на летательных аппаратах это моя специальность вот я пожертвовал этой профессии по окончании института проработав три года по профессии я пожертвовал этим и поступил на первый курс академии так что даже из-за девушек на академии художественной академии до латвийской и даже из соображений этих жертв я не имею права теперь идти через это дело в зарабатывании денег в конъюнктурный какой-то подход не имею права но что деньги я мог бы там заработать гораздо больше или в конце концов просто пойти в бизнес я думаю что у меня получилось все так но я выбрал это направление да и и я много лет пребывал эйфория от этой профессии мне так это нравится вот и делая это я не хочу отвлекаться на 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 вот на на попытки продажи работ самому ну как я говорил это совсем правильно и и не так гармонично да не должно быть должен быть посредник человек который занимается уделять этому много времени на продвижение на пиар этого художника его работ до недавнего времени да и сейчас тоже эту роль выполняют галереи галерея посредник торговец торговец галерея да и есть конечно галереи нечестные как как во всем как во всем мире да есть порядочные честные галереи и какие-то там ну разные схемы работы с галереями одни говорят вот сколько вы хотите а мы дать их накидываем сверху до что-то кто знает сколько они накинут если галерист порядочный человек то это все делается прозрачно мы мы все знаем какой процент как что а если нет то за реклама и тому кто платит за рекламу как этот вопрос решает заплате за рекламу ну обычно вот в идеале конечно галерея берет свою обойму какого-то художника художник-творист галерист за свой счет делает выставки презентации какую-то печатную продукцию что вы называете пиар до выставка это тоже пиар по сути дела работ с позиции торговцы надо обязательно работает с клиентами с какой-то у каждой галереи есть своя клиентура с которыми дружат либо чисто деловые какие-то отношения о них консультируют создание коллекции ну естественно таким образом освобождают художника от от этой миссии даже то есть но вот вы то есть вы как художник понимаете что допустим вот у галереи который занимается торговлю вашими работами из какие-то свои расходы точно так же как у тоже художника там сам не краски холст опять же студия где он работает да это это все стоит денег жизнь тоже одежда художника это это производство да это уходит в никуда да а мы еще как бы художник должен заработать тоже так же как и галерея на много действий делает то есть тратит деньги целенаправленно конечно чтобы заработать что-то но вот это вот тоже как бы уходит в никуда но не остается как бы самой галереи и не 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 художник видит это понимаю да вот как будто и ваше видео это не уходит никуда это так сказать инвестиции в художника вклад ну да художника да 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 из расчета на то что они естественно кто никак не галерея заинтересована в повышении цен на работе этого художника да и они над этим работают и слава богу и и в конце концов они будут с продажи картин этого художника которые они взяли себе как будут в группу своих художников они с продажи картин будут иметь свои дивиденды и вот вот эта схема вот по идее так и должна работать а когда мне там говорят что давай там выставимся в галерея вот заплати за аренду галереи заплатил это я как-то сразу говорю извините это как бы ранее они разовую акцию такую пытается вот то есть тогда они не будут заинтересованы в продаже моих картин мне в долговременном как будто сотрудничество со мной не заинтересованы они полегкому за один раз срубили с меня аренду например да ну и все напечатай каталоги за свой счет там то есть а потом а мы будем твои картины продавать вот в рамках выставки еще из процентов со своим да нет нет ребята извините либо вы вкладываетесь то есть мы должны как-то вкладываться я своим трудом своими картинами вкладываюсь в конце концов всей жизнью которую я потратил на то чтобы выйти на этот уровень например вы хотите вот просто с этого иметь проценты с продажи и ничего не вкладывая да или как мне одна галерея как как-то был момент я еще учился в академии заканчивал уже ближе к окончанию пришел в одну галерею и там такая дама сидит я вот пожалуйста не хотели бы сотрудничать хотя надо тоже неправильно идти в галерею и проситься в галерею и она мне ответила но вы же еще не состоялись я думаю боже мой когда я состоюсь вы мне не нужны путь я пришел как свежий материал пожалуйста делайте выставки вкладывайтесь раскручиваете как этом принято говорить на то есть эта работа галерея сделал так что художник состоялся вы согласны с этим да я согласен потому что у галерея должна быть заинтересована в повышении уровня цен на картины этого интересы травы и пониманию публики так понимаю да 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 там конечно идет и просветительская работа то что я называю работа с клиентом либо это клиент случайный который проходил хотя серьезные галереи не рассчитаны на случайного проходящего мимо клиента не своих они обычно работают со своей клиентурой да 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 и помогают им создать коллекцию какую-то что коллекция работ это как бы тоже своего рода лицо владельца то есть которая будет сказать о уровне вкуса уровне понимания этого владельца коллекции да и одно дело когда у него есть возможность и средства обратиться к серьезному консультанту коим может являться галерея в частности да другое дело когда он сам ищет копает образовывается и становится сам экспертом это вообще идеальный момент и да и вот через это дело конечно коллекция подборка вот этого разрозненного собранного воедино коллекции да это подборка становится лицом лицом владельца то есть как по картине видно ты честный человек или подлец так и по коллекции вино вот ты на каком уровне развития в этой области находишься нам тут очень интересно вот вот такой вот маленький в принципе торговец он помогает коллекционеру создать вот этот вот да 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 посредине что он посредник торговец как бы из своей коллекции свои деятельности надо николай я вот вижу тут на стенде вот литература лежит как она помогает продажи ну литература это 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 каталоги каталоги выставочные каталоги какие-то приличные проект мощные они как правило всегда отмечаются изданием какого-то каталога и каталог это как бы свидетель вот этой акции выставки проекта который уже остается разлетается по миру и так или иначе он останется в истории изобразительного искусства если это чего-то стоит и если это когда-то будет стоить удостоиться внимания там экспертов по нашему времени вот ну да каталоги конечно конечно я уже говорил что что любая публикация работы художника в любом а лучше серьезном изда и издании всегда повышает ценовую нишу на этого художника и на его работы хорошо смотрите вот я так понял что вы художник у которого нет постоянного представителя который бы представлял его творчество если кто-то захочет к вам подойти с этим вопросом с чего начать как вы это видите кому начать ему или меня общаться с вами до вам но это я так вижу что это совместная деятельность да но мне интересно ваше видение как вы считаете с чего правильно начинать ну вот как я говорил что это как правило галерея как правило галерея заниматься этим делом да ну обычно обычно бывает так что сам галерист выходит на художника и предлагать сотрудничество наверное оговариваются какие-то вот условия сотрудничества и обе стороны стараются честно придерживаться этих правил ну например если я начинаю работать с какой-то галереи то я наверное могу и через мастерскую продать работу но по цене не ниже чем галерейная вот такое условие и я могу конечно там если покупатель будет сбивать цену я могу снизить цену но это будет по отношению галеристу который вложил какие-то уже свои средства в твой пиар твою раскрутку по отношению к нему это будет наверное нехорошо непорядочно и как бы свое рода обкрадывание что его да он тебя популяризировал раскрутил а ты в обход его продаешь картины даму такие моменты это один из таких моментов до либо галерист продается работу гораздо дороже чем оговоренный процент с продаж так что это проценту нужно оговаривать все детали нюансы какие могут быть какие могут возникнуть обязательно заранее между конечно конечно меда и галерея оговариваются можно работать да 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 и мне кажется что и сами можно работать до что именно долго-долговременное сотрудничество именно на этой базе должна строиться на честности на прозрачности дура да скорее всего никого я был очень интересно полезно спасибо спасибо большое олег вам друзья мы узнали мнение николая как распространять он считает нужно его работы его творчество как поддерживать его его деятельности творческой а у нас игра вы должны написать под видео как вы думаете в какой ипостаси сейчас я выступал есть четыре варианта ответа торговец коллекционер инвестор или собиратель напишите пожалуйста что вы думаете под видео в комментарии укажите на какой минуте вы поняли это или на какой фразе вы поняли это кем я являюсь сейчас и смотрите остальные наши четыре видео где та же самая игра и заходите на канал школа коллекционирования олега бравко повышать свой уровень в коллекционном мире коллекционной деятельности до профессионального до новых встреч пока пока всего доброго